всем привет меня зовут вероника и сегодня для вас подготовила вот такие красивые слитки данные слитки я вязала на размер 36 37 но в данном видео вы можете связать слитки на любой размер ножки слитки очень красивые абсолютно бесшовные очень практичные данные слитки я вязала вот из такой вот пряжи метраж данной пряжи 100 грамм их 200 метров вязала спицами 3 миллиметра данные слитки вяжется очень просто главное разобраться принципом вязания этих слитков изначально я вывязывала вот вот этот вот мысок если вот померить в сантиметрах мысок мой примерно 14 сантиметров далее вязала половина подошвы и затем вот вот эту вот часть смотрите половина моей подошвы примерно 12 сантиметров вот этого часть которая вязала далее 10 сантиметров после того как я связала вот этого часть далее начала вывязывать нашу пяточку примерно пяточка наша восемь с половиной сантиметров но вы ориентируетесь не по моим сантиметрам а мерить и данные заготовки на вашу ногу сначала когда мы выдержим вот вот этот мысок вы можете приложить ваш вырезанный мысок на ножку и посмотреть хватает вам этого маска или вам надо довязать чуть-чуть еще больше если вы уверены что этого маска вам хватает тогда вы начинаете вязать половина подошвы и затем вывязываете вот вот эту часть до тех пор пока ваша заготовка не закроет вашу всю ступню в растянутом виде растягиваете максимально ваше полотно после всего мой вяжите пяточку и я еще в конце сделала вот такую красивую обвязку слитки очень красивые оригинальные смотрятся отлично если вам понравилась данная модель следков предлагаю ее связать вместе со мной берем пряжу спицы и приступаем к вязанию на спицы набираем 14 петель обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать на две спицы чтобы край наш был более эластичен первый ряд у нас будет идти по изнаночной стороне первую кромочную петлю я снимаю и далее все петли я вижу лицевыми последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей второй ряд у нас идет по лицевой стороне первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжем все петли лицевыми последняя кромочная петля всегда вяжется изнаночной петлей 2 ряда мы с вами провязали теперь каждый самостоятельно вяжет еще 5 рядов в итоге у нас получится с вами связанных 7 рядов встретимся когда провяжем 5 рядов самостоятельно я провязала самостоятельно 5 рядов и у меня получилось 4 платочные дорожки далее мы с вами будем делать прибавление петель если посмотреть на готовом следке мы сохраняем 4 петли платочной вязкой с одной стороны и со второй стороны а посерединке добавленные петли получается вывязываем жгутик а по бокам лицевая гладь прибавленные петли выглядят вот таким вот образом с одной стороны и со второй стороны каждом лицевом ряду мы будем с вами добавлять 2 петли все изнаночные ряды мы вяжем без добавления петель кромочную петлю я первую постоянно буду снимать не провязывая далее вяжем 4 лицевые петли и данные 4 петли мы будем как в лицевом так и в изнаночном ряду вязать постоянно лицевые они у нас будут идти платочными дорожками далее вешаем первый наш маркер делаем накид и далее также вяжем 4 лицевые петли данные 4 петли после накида на данный момент мы вяжем лицевыми петлями после четырех петель обратно делаем накид вешаем 2 наш маркер и после маркера у нас остается 5 петель мы вяжем 4 лицевые петли данные 4 петли у нас идут платочными дорожками мы как в лицевом так и в изнаночном ряду их вяжем лицевыми последняя петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночные переворачиваем вязание вяжем 2 изнаночный ряд кромочную петлю я снимаю до 1 вам маркера я вяжу 4 лицевые петли маркер перебрасывают далее у нас идет накид который мы делали в предыдущем ряду мы его вяжем изнаночный за длинную стеночку сверху которая лежит и далее до 2 маркера все петли вяжем изнаночными также накид который находится перед вторым маркером маркер 2 перебрасываем и далее до конца мы вяжем лицевыми петлями последняя петля мощная 3 1 кромочную петлю я снимаю далее до 1 маркера вяжу все петли лицевыми первый маркер перебрасываем и так как это у нас лицевая наша страна после 1 маркера я делаю накид далее до 2 маркера я провязываю все петли лицевыми перед вторым маркером я также делаю накид маркер перебрасываю и после 2 маркера лицевые петли последняя кромочная петля 4 изнаночный ряд первую петлю я снимаю до 1 маркера все петли вяжу лицевыми маркер перебрасываю теперь до 2 маркера вижу все петли изнаночные также накиды накиды вяжем за длинную верхнюю стеночку второй маркер перебрасываем и после 2 маркера мы вяжем все петли лицевые последняя кромочная и так мы вяжем далее в каждом лицевом ряду добавляя 2 петли все изнаночные ряды мы вяжем без добавления петель на вяжем пока у нас на спице не получится 22 петли далее мы будем с вами формировать жгут мы с вами вывязали пока у нас на спице не получилось 22 петли и у нас сейчас будет идти девятый ряд получается наш год состоит из 8 петель но по бокам от жгута по 2 изнаночные петли получается нам надо на наш рисунок 12 петель у нас сейчас между первым и вторым маркером как раз таки 12 петель первую петлю я снимаю до 1 маркера я вижу все петли лицевые маркер 1 перебрасываю делаю накид после накида и вешу еще один маркер и мы маркерами будем обозначать эти 12 петель нашего рисунка вяжем 2 изнаночные петли далее 4 петли я снимаю на вспомогательную спицу и оставляю их за работой следующие 4 петли я вяжу лицевыми далее нам надо провязать со вспомогательной спицы также 4 лицевые петли 2 изнаночные петли 12 петель рисунка нашего мы вывязали вешаем маркер делаем накид перед последним маркером маркер перебрасываем далее вяжем все лицевые петли и кромочная у нас сейчас на спице находятся 4 маркера между первым и вторым маркером мы будем добавлять петли и вязать лицевой гладью эта часть она у нас будет расширяться также у нас часть будет расширяться между третьим и четвертым маркером также мы будем делать накиды и провязывать их лицевой гладью 9 ряд мы с вами провязали далее вяжем 10 изнаночный ряд первую петлю снимаю до первого маркера все петли вижу лицевыми маркер 1 перебрасываю у нас вот здесь один накид идет между первым и вторым маркером и его вяжем изнаночными 2 маркер перебрасываю 2 лицевые далее у нас идет 8 изнаночных 2 лицевые 3 маркер перебрасываем накид мы вяжем изнаночный 4 маркер перебрасываем и далее вяжем лицевыми петлями последняя петля кромочная 11 ряд кромочную петлю мы снимаем далее вяжем до 1 маркера все петли лицевыми как мы и вязали ранее маркер 1 перебрасываем и после первого маркера делаем накид следующая вот 1 лицевая 2 маркер перебрасываем и до 3 маркера мы вяжем все петли по рисунку 3 маркер перебрасываем 1 лицевая перед четвертым маркером делаем накид 4 маркер и далее вяжем все лицевые петли последняя петля кромочная 12 ряд кромочную снимаем до первого маркера вяжем все петли лицевыми маркер перебрасываем между первым и вторым маркером вяжем все петли изнаночные второй маркер до 3 маркера вяжем петли по рисунку 2 лицевые 8 изнаночных 2 лицевые 3 маркер перебросили до 4 маркера вяжем все петли изнаночными 4 маркер перебрасываем и далее вяжем лицевые петли последняя кромочная так мы вяжем далее пока у нас на спице не получится 30 петель далее будем делать второе наше перекрещивание у меня сейчас на спице 30 петель далее у нас получается идет 17 наш ряд и в этом ряду мы будем также делать перекрещивание нашего жгута первую петлю я снимаю не провязывая далее до первого маркера я вижу все петли лицевые 1 маркер перебрасываю далее делаем накид так как это у нас лицевая наша страна и до второго маркера я вижу все петли лицевыми второй маркер 2 изнаночные у нас идут по рисунку и далее будем делать перекрещивание жгута 4 петли я снимаю на дополнительную спицу и оставляю за работой 4 петли с основной спицы я провязываю лицевыми и далее 4 петли с дополнительной спицы я также провязываю лицевыми далее у нас дорожка идет 2 изнаночные петли перебрасываем 3 маркера до 4 маркера вы вяжете все петли лицевыми перед четвертым маркером я делаю накид перебрасываю маркер и далее вяжу все петли лицевыми последняя петля кромочная вот таким вот образом у нас на данный момент выглядит наша заготовка далее вяжите самостоятельно до того пока у нас на спице не получится 38 петель добавляя в каждом лицевом ряду по 2 петли у меня сейчас на спице 38 петель и получается мы будем вязать 25 ряд первую петлю я снимаю не провязывая далее до первого маркера я вяжу все петли лицевыми маркер после первого маркера делаем накид у нас накида идут постоянно в одном месте далее до 2 маркера я вижу все петли лицевыми второй маркер и далее вяжем 2 изнаночные петли далее 4 петли с основной спицы я переснимаю на дополнительную и оставляю их за работой 4 петли с основной спицы я провязываю лицевыми далее нам надо провязать 4 лицевые петли с дополнительной спицы далее 2 изнаночными 3 маркер далее вяжем все лицевыми до 4 последнего маркера накид перед самым маркером маркер перебрасываем и далее вяжем все лицевые петли последнее у нас кромочная далее вяжите самостоятельно пока у нас на спицы не получится 46 петель и далее будем делать последнее наше перекрещивание в жгуте у меня на спице 46 петель и теперь тридцать третий ряд у нас будет идти по счету первую петлю я снимаю не провязывая до 1 маркера вяжу все петли лицевые 1 маркер далее накид так как это у нас лицевая сторона и далее до 2 маркера также вяжу все петли лицевые второй маркер 2 изнаночные петли далее 4 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем их за работой 4 петли с основной спицы вяжу лицевыми далее нам надо провязать 4 петли с дополнительной спицы 2 изнаночные петли маркер перебрасываю и до последнего 4 маркера я вижу все петли лицевыми перед четвертым маркером я делаю накид маркер перебрасываю и далее все петли лицевыми последняя кромочная мы с вами провязали 33 ряда и вот таким вот образом у нас сейчас выглядит наш мысок далее я провяжу еще три ряда пока у меня на спице не будет 50 петель и я провязала мой мысок пока у меня на спице не получилось 50 петель далее вы заготовочку примеряется на свою ножку и смотрите хватает ли вам мыска получается для каждого размера ножки наш мысок будет разной длины вот у меня есть такой вот манекен я прикладываю наш мысочек на манекен и вот смотрите если я разровняю наше полотно у меня мысочек мой закрывает вот всю переднюю часть манекена если маловат ваш мысок на вашу ножку тогда свяжите далее самостоятельно еще пару рядов мерьте обязательно на вашу ножку уже данную заготовку у меня вот хорошо мысок сел на манекен и мне этой длины мыска достаточно вы регулируете мысок под свою ножку получается рапорт жгута 8 рядов в каждом седьмом ряду я делала перекрещивание петель 8 изнаночный ряд вязала по рисунку если вам понадобится делать перекрещивание в жгуте далее после того как мы вывязали мысок мы будем вязать половина нашей подошвы на подошву я отдаю 14 петель и по бокам у меня остается по 18 петель первую петлю я снимаю и далее 17 петель я вяжу лицевыми маркеры при этом снимаю получается если посчитать вместе с кромочной у меня получается в 18 петель вот я провязала 18 петель вместе с кромочной далее у нас начинаются петли наши подошвы вижу первую петлю подошвы маркер 2 мы оставляем далее 2 3 все лицевыми 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 далее маркер обратно оставляем и у нас далее идет 14 последняя петля подошвы и следующая 15 боковая петля яйца две петли переверну чтобы у меня правые стеночки лежали сверху и провяжу одной изнаночной петлей переворачиваю наше вязание первая петля у нас будет идти кромочная маркер перебрасываю и до второго маркера я вяжу все петли изнаночными второй маркер перебрасываю и получается у нас после второго маркера идет последняя 14 петля подошвы и следующая 15 петля в изнаночных рядах я вижу эти две петли 1 лицевой переворачиваем наше вязание ниточка рабочие у нас находится перед спицами первую петлю я снимаю далее маркер и до второго маркера я вижу все петли лицевыми второй маркер перебрасываю сразу после второго маркера у нас идет 14 петля подошвы и следующая петля я вижу одной изнаночной 4 изнаночный ряд первую петлю я снимаю маркер и до второго маркера я вижу все петли изнаночными второй маркер перебрасываем и сразу после 2 маркера у нас идет последняя 14 петля подошвы и пятнадцатая я вижу так как это у нас изнаночная наша страна одной лицевой петлей и далее вяжем таким же образом далее пока у нас не останется на спице только 14 петель этой петли подошвы все боковые петли у нас должны убавиться вот я вырезала половина моей подошвы вот таким вот образом на данный момент выглядит наша заготовка каждую часть вы можете мерить на свою ножку и ориентироваться по своей ноге на данный момент если вот померить на манекен вот таким вот образом у вас должно все это выглядеть половина примерно нашей подошвы и вот такой вот аккуратный масочек потом это все разровняется и будет еще лучше после того как у нас на спице осталось 14 петель и это все петли нашей подошвы мы должны с вами вырезать вот вот эту вот часть вот этом месте мы с вами закончили вывязывать нашу подошву первую петлю мы снимаем далее вяжем 13 лицевых петель кромочную петлю мы также вяжем лицевой петлей она у нас не будет уже кромочный и и далее нам поэтому краем мыска нужно поднять все петли из каждой кромочной петли получится 1 поднятая петля если вы вязали такими же расчетами как и я у вас должно получиться 21 поднятая петля поднимать можно спицей можно крючком вот я ввожу в первую мою кромочную петлю по мыской и получаю одну поднятую петлю и далее таким же образом вводим спицу сверху вниз и получаем поднятые петли по мыску у меня как я повторюсь будет 21 петля поднимайте далее до конца самостоятельно поднимаем за две дужки кромочной петли у нас кромочная косичка уходит на изнаночную сторону спереди все ровненько и красиво вот таким вот образом у вас должно выглядеть ваше вязание далее мы эти 21 петлю распределим на наш рисунок кромочная 3 петли платочной вязки 4 лицевые 1 изнаночная 8 петель в жгут 1 изнаночная 3 лицевые если вдруг у вас петель получилось больше вы можете эти петли распределять в любое место где вам хочется можете добавить петли платочные дорожки можете добавить петли в лицевой угла в данный рисунок я повешу два маркера сразу после моих платочных дорожек и перед нашей подошвой если вы боитесь запутаться можете еще отделить и жгут маркерами сейчас мы вяжем все петли как мы распределили только по изнаночной стороне первую петлю я снимаю далее у меня идут 3 петли платочной вязки мы их вяжем как в лицевом так и в изнаночном ряду лицевыми петлями вешая 1 маркер 4 изнаночные 1 лицевая петля жгут у 8 изнаночных 1 лицевая и 3 изнаночные мы с вами вывязали 21 петлю петли маска далее вешаем 2 наш маркер и начинается 14 петель это петли наши подошвы мы вяжем по рисунку получается в лицевом ряду лицевыми в изнаночном ряду изнаночными петлями далее нам осталось поднять все петли по второй части нашего маска таким же образом поднимаем также двадцать одну петлю либо столько петель сколько вы вывязали на ваш мысок но в данном случае так как это у нас изнаночная наша сторона вводим спицу снизу вверх в кромочную петлю за две дужки и подхватываем нашу рабочую ниточку далее в следующую петлю вводим спицу снизу вверх и подхватываем нашу рабочую ниточку и таким образом поднимаем все петли смотрите вводим спицу снизу вверх для того чтобы кромочная косичка у нас также ушла на изнаночную сторону как и в первом нашем случае с лицевой стороны все ровно и аккуратно добираем все петли до конца вот я подняла все петли с двух сторон нашего маска его таким вот образом у нас выглядит наше вязание теперь с этой стороны также мы распределим петли как мы распределяли вот с этой стороны если вы вяжете так же как и я на круговых спицах и в некоторых местах вам неудобно вязать делаете вот такой вот петельку и вяжите далее если вы вяжете на чулочных спицах распределяйте все петли на чулочные спицы первая петля у нас идет кромочная далее 3 лицевые петли это петли платочных дорожек далее вешаю первый наш маркер 4 лицевые петли здесь у нас будет лицевая наша гладь 1 изнаночная и 8 лицевых петель это петли нашего жгута далее 1 изнаночная и 3 лицевые мы распределили все петли 21 петлю по узору далее вешаем маркер и начинаются петли наши подошвы вяжем 14 петель лицевыми петлями до следующего маркера маркер перебрасываем и здесь вяжем все петли по рисунку только в самом в конце у нас петли идут платочными дорожками мы всегда вяжем лицевыми 3 лицевые петли 1 изнаночная 8 лицевыми петлями 1 изнаночная 4 лицевые петли маркер перебрасываем и после последнего нашего маркера вяжем всегда лицевыми петлями последняя петля кромочная сейчас у нас провязана 3 ряда далее вяжите самостоятельно 4 изнаночный 5 лицевой 6 изнаночный и встретимся в начале седьмого ряда не забывайте про наш рисунок далее у меня идет 7 ряд с тех пор когда мы подняли все петли по маску получается первую кромочную петлю я снимаю далее вяжу 3 лицевые петли до 1 маркера маркер 1 перебрасываю 4 лицевые 1 изнаночная и далее в жгуте мы делаем первое наше перекрещивание 4 петли я снимаю на дополнительную спицу и оставляю за работой 4 петли с основной спицы я вяжу лицевыми далее 4 петли с дополнительной спицы я также вяжу лицевыми далее у меня по рисунку идет 1 изнаночная и 3 лицевые петли второй маркер перебрасываю и до 3 маркера я вижу все петли лицевыми 14 петель довязала до 2 маркера маркер перебрасываю вяжу 3 лицевые 1 изнаночная далее идут 8 петель жгута я из 4 петли снимаю на дополнительную спицу и оставляю их за работой 4 петли с основной спицы я вяжу лицевыми далее 4 петли с дополнительной спицы которые мы оставляли также вяжем лицевыми и далее до последнего нашего маркера мы вяжем все петли по рисунку 1 изнаночная и 4 лицевые маркер перебрасываем и далее идут все лицевые петли последняя кромочная вот такое вот перекрещивание у нас с вами получилось с одной стороны и со второй стороны далее вяжите изнаночный 8 ряд самостоятельно также как мы вязали ранее и далее 9 10 11 12 13 14 ряд вы вяжете также как мы вязали вот это полотно далее перекрещивание делать будем в пятнадцатом ряду вяжем самостоятельно до начала 15 ряда первую кромочную петлю я снимаю далее вяжу 3 лицевые петли маркер 4 лицевые петли 1 изнаночная далее 4 петли я снимаю на дополнительную спицу и оставляю их за работой 4 петли с основной спицы я провязываю лицевыми далее 4 петли с дополнительной спицы я также провязываю лицевыми и далее до следующего маркера мы вяжем 1 изнаночная по рисунку и 3 лицевые петли маркер и далее 14 лицевых петель это петли нашей подошвы маркер 3 лицевые 1 изнаночная следующие 4 петли я сниму на дополнительную спицу и оставлю их за работой следующие 4 петли с основной спицы я провязываю лицевыми 4 петли с дополнительной спицы я вяжу также лицевыми далее до следующего маркера мы вяжем петли по рисунку 1 изнаночная 4 лицевые перебрасываю маркер далее 3 лицевые и кромочная далее вяжите 16 наш ряд самостоятельно и также вяжем самостоятельно еще шесть рядов получается с 17 по 22 ряд встретимся в начале 23 ряда и будем делать третье наше перекрещивание петель в жгуте получается рапорт жгута нашего 8 рядов встретимся в начале 23 ряда я вывезла мой следок до 23 ряда первую кромочную петлю я снимаю далее вяжу 3 лицевые петли маркер 4 лицевые петли 1 изнаночная далее 4 петли я снимаю на дополнительную спицу и оставляю их за работой 4 петли с основной спицы я провязываю лицевыми далее 4 петли с дополнительной спицы я также провязываю лицевыми и далее до следующего маркера мы вяжем 1 изнаночная по рисунку и 3 лицевые петли маркер и далее 14 лицевых петель это петли нашей подошвы маркер 3 лицевые 1 изнаночная следующие 4 петли я сниму на дополнительную спицу и оставлю их за работой следующие 4 петли с основной спицы я провязываю лицевыми 4 петли с дополнительной спицы я вижу также лицевыми далее до следующего маркера мы вяжем петли по рисунку 1 изнаночная 4 лицевые перебрасываю маркер далее 3 лицевые и кромочная мы с вами провязали 23 ряд вот таким вот образом у данный момент выглядит наш следок далее каждый самостоятельно вяжет изнаночный 24 ряд и далее еще 6 рядов до 30 встретимся когда вы вяжем 30 ряд я вывязала 30 рядов вот вот этой вот части у меня вот таким вот образом выглядит мое вязание на данный момент теперь мой следок я мерю на манекен и смотрите вот того растянутом состоянии наша подошва должна закрывать всю ступню стопы если вам не хватает данного полотна тогда вы вяжете далее пока подошва не закроет вашу ступню в растянутом состоянии получается в тридцать первом ряду если вы вяжете далее вы делаете перекрещивание в жгуте 32 ряд вы вяжете изнаночный если еще далее вы будете вязать вы вяжете 6 рядов также как мы вязали это полотно и далее в седьмом ряду вы делаете перекрещивание в жгуте 8 ряд изнаночный вы вяжете также как мы вязали это полотно и так далее вы вяжете пока ваша подошва не закроет всю вашу ступню в растянутом состоянии мне моей подошвы уже достаточно далее мне осталось связать пяточку и я еще обвязывала крючком на пятку я отдаю вот эти вот 14 петель когда мы вязали подошву остальные все петли мне надо убавить первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу лицевыми петлями 1 маркер я убираю он нам не нужен больше и далее вяжу лицевыми петлями вот до следующего маркера это у меня получается 21 петля 1 петля кромочная и 20 лицевых довязала до 1 маркера и далее у меня начинается 14 петель это петли наши подошвы одну петлю первую самую я вынесу за маркер одну петлю я провязываю лицевой далее обратно вешаю этот маркер и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая до следующего маркера одну петлю это у меня получится 12 петель от 1 маркера далее нам надо переснять маркер на одну петлю раньше пересняли маркер далее у меня вот идет 14 петля подошвы последняя и следующая петля 15 боковая я их 2 вместе вяжу 1 изнаночный так же как мы вязали первую часть нашей подошвы первую петлю я снимаю как кромочную маркер перебрасываю и далее до 2 маркера я вижу все петли изнаночные по рисунку довязала до 2 маркера маркер перебрасываю и далее вот у нас 14 последняя петля идет подошвы и следующая 15 так как это у нас изнаночная наша сторона я вяжу одной лицевой петлей за верхние правые стеночки давайте еще раз повторим первую петлю я снимаю не провязываю маркер и до следующего маркера я вяжу все петли по рисунку лицевыми маркер перебрасываю и сразу после маркера и две петли вместе вяжу одной изнаночной так как это у нас лицевая наша сторона переворачиваю наше вязание на изнаночную сторону первую петлю я снимаю не провязывая маркер и далее до 2 маркера я вяжу все петли изнаночными по рисунку второй маркер перебрасываю далее после второго маркера я вижу две петли вместе одной лицевой так как это у нас изнаночная наша сторона и так вы вяжете далее в каждом лицевом ряду вы после второго маркера вяжите две петли вместе одной изнаночной в каждом изнаночном ряду мы после второго маркера вяжите две петли вместе одной лицевой убавляете петли до тех пор таким образом пока у нас с края не останется по 4 петли с одной стороны и с другой стороны я довязала мою пяточку пока у меня с каждого края не осталось по 4 петли которые нам нужно убавить теперь мы вяжем первую петлю я снимаю не провязывая далее маркер перебрасываю и до следующего маркера я вижу все петли лицевыми второй маркер перебрасываю и далее мы с вами будем убавлять сразу две петли не 2 вместе вяжем а 3 вместе вяжем получается 3 вместе одной изнаночной петлей переворачиваем наше вязание вяжем первую петлю я снимаю маркер перебрасываю и далее все петли я вяжу изнаночными 2 маркер перебрасываю и далее 3 петли вместе одной лицевой за верхней правой стеночки вижу третий ряд первую петлю я снимаю маркер перебрасываю и далее до 2 маркера я вяжу все петли лицевыми довязали до 2 маркера маркер перебрасывая теперь все оставшиеся 3 петли я вижу одной изнаночной петлей первую кромочную петлю я снимаю маркер можно уже убрать далее вяжу до 2 маркера все петли изнаночными маркер можно уже убрать или следующие оставшиеся 3 петли я вижу одной лицевой мы с вами вывязали всю пяточку далее мы закрываем петли и делаем обвязку первую петлю снимаю не провязывая она у нас кромочная далее следующую провязываю лицевой и первую петлю набрасываю на вторую следующую лицевой и первую петлю набрасываю на вторую и так вы закрываете все оставшиеся петли пока у нас не останется на спице 1 открытая петля слишком долго закрывать не надо после того как мы закрыли с вами все петли вот такой вот результат у нас с вами получился у нас осталась одна открытая петля и сейчас я крючком сделаю обвязку берем крючок примерно три три с половиной миллиметра вводим в эту открытую петлю и далее вводим крючок в каждую кромочную петлю получается вот вторая петля и соединяем мы таким вот образом обвязываем наш следок столбиками без накидов пяточку мы нашу обвязывать не будем в каждую кромочную петлю вводим крючок и соединяем данные две петли получается мы обвязываем столбиками без накидов вводим крючок за две дужки кромочной петли сильно стягивать не нужно и вот таким вот образом обвязывайте далее ваш следок вот я обвязала все по кругу дошла до нашей пяточки делаем воздушную петлю ниточку обрезаем нашу рабочую и затягиваем далее крючком прячем данную ниточку по изнаночной стороне самостоятельно и вот такой вот результат у нас с вами получился далее слитки мы постираем чтобы наша лицевая гладь вся разровнялась и петельки легли ровненько и очень красиво если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока